Практически каждый из нас, когда вступает в новые отношения на этапе влюбленности, думает, что эти отношения будут до конца его жизни, что он или она любят друг друга и все будет замечательно. Но суровая реальность обратная, большинство пар распадается и ужасная статистика разводов сейчас, во многих странах кстати, и меня всегда интересовало, почему это происходит. И дело здесь не только в том, что когда мы женимся или выходим замуж, мы как бы расслабляемся, перестаем работать над собой, над отношениями, становимся такими, какие мы есть на самом деле и мы становимся не очень привлекательными для нашего партнера. Но помимо этого есть еще и другая, более глубокая психологическая причина. Дело в том, что вступая в отношения, мы надеемся бессознательно удовлетворить определенные потребности. И эти потребности у каждого из нас с вами разные в зависимости от типа привязанности, который был в детстве. Условно можно сказать, что вступая в близкие отношения, мы надеемся компенсировать или дополучить то, что мы недополучили когда-то в близких отношениях с родительской фигурой. Теорию привязанности в 60-х годах разработал Джон Болби и Мэри Эйнсвортс. И в работе с подростками Джон Болби смотрел и замечал, что какие-то подростки к нему очень привязывались, были чувствительными, эмоциональными, а какие-то были отстраненными и холодными. И когда он анализировал их детство, он увидел, что определенный тип взаимодействия с ними в детстве оставлял след на то, как эти уже повзрослевшие люди вступали в отношения, в близкие отношения, что они предпочитали делать, а что не любили делать. И в теории привязанности выделяют 4 типа. Первый тип это избегающий, отвергающий тип привязанности. Второй это тревожный, избегающий или по-другому его называют дезорганизованный тип привязанности. Третий тревожный тип привязанности и четвертый надежный тип привязанности. И, конечно же, у кого-то эти типы привязанности бывают в чистом виде, я сейчас о них подробнее расскажу, и вы можете посмотреть, что вам ближе, что вам свойственно. Но бывает так, что несколько типов привязанности сочетаются, какой-то доминирующий, какой-то менее доминирующий. И я хочу, чтобы вы понимали, что это не какой-то диагноз. Привязанность, тип привязанности, это определенный паттерн поведения при вступлении в близкие отношения. И этот паттерн со временем может видоизменяться, корректироваться, особенно если человек идет в психотерапию или он задумывается, осознанно работает над собой. Я сейчас перечислю основные характеристики каждого из этих типов привязанности. Вы посмотрите, что из этого про вас, может быть, про вашего партнера. И под этим видео есть ссылка на мой телеграм-канал, где будет конкретно тест, пройдя который, вы можете понять лучше себя и своего партнера, к какому типу привязанности больше склонны вы или ваш партнер или партнерша. Итак, первый тип – это избегающий, отвергающий тип. Родители с таким ребенком в детстве, как правило, холодные, неэмоциональные, недоступные. И ребенок выучивает неосознанно, что рассчитывать на теплую, безопасную, надежную привязанность не приходится. Нужно рассчитывать только на себя. И вырастает такой человек, становится очень таким обособленным. Он любит проводить время в одиночестве. Он даже и хотел бы этих близких отношений, но ему намного комфортнее одному. Его тяготит общество, его тяготит такое близкое, очень сильно включенное, навязчивое общение с ним, коммуникация. Потому что он очень любит одиночество, он привык рассчитывать на себя, он умеет опираться на себя в каких-то ситуациях, но все равно он вступает в отношения. И в этих отношениях часто, это вы знаете, те люди, которые говорят, как он меня достал или как она меня достала. Они постоянно чего-то хочут от меня, постоянно, ну поговори со мной. А я все делаю, я все выполняю, что еще нужно? То есть этот человек, он просто живет, действует, ему комфортно, но вот именно в близость он не идет. Он больше идет в отстраненность. Если мы берем такой континуум, где на одном полюсе слияние, а на одном полной сепарации отделение, то он вот больше идет в сепарацию, в дифференциацию, в отделение. И очень сложно с ним выстраивать именно близкие отношения. Следующий тип привязанности, это тревожно-избегающий тип. Родители, как правило, с таким ребенком непостоянные и небезопасно себя ведущие. Очень часто в этих отношениях с детьми присутствует насилие психологическое, физическое, либо сексуальное. И ребенок, он хочет этой близости, она для него важна, но он ранится в этой близости. То есть она становится для него небезопасной. И такой ребенок, вырастая, становится таким человеком, который одной рукой будет вас притягивать образно. То есть я хочу этих отношений, я хочу близости. Но другой стороны он будет вас отталкивать. Это человек, который боится близости. Он, может быть, ее хочет, он, может быть, что-то делает. У него внутри есть ощущение никчемности, потому что раньше в близости он был травмирован. И он будет хотеть сблизиться, но при этом сам отталкивать вас через какую-то критику, через обесценивание, через придумывание каких-то причин. Потому что ему страшно. Потому что раньше ему было больно в этих отношениях. Как правило, эти люди, они достаточно чувствительные, они хорошо считывают язык тела, они очень много загоняются, если можно так сказать, постоянно думают, анализируют, переживают. Потому что раньше для того, чтобы выжить, им нужно было очень хорошо считывать язык тела и видеть угрозу. Они очень хорошо предвосхищают то, что сейчас может разразиться какая-то буря. И с такими людьми достаточно непросто, потому что как только вы начинаете сближаться, они от вас отстраняются. Если вы отстраняетесь, они к вам сближаются, они могут обижаться, они могут предъявлять претензии. Они могут быть достаточно тревожными, контролирующими, но при этом и отвергающими тоже. Третий тип привязанности — это тревожный тип привязанности. Как правило, у этих детей опыт безопасной привязанности, питающей привязанности был, но он был непостоянный. И это бывает тогда, когда кто-то из родителей или оба родителя часто отсутствуют. Например, они долго, немного времени проводят на работе. Либо если они были, и потом с ними что-то случилось, ребенок стал воспитываться бабушкой, например, или с родственниками. К сожалению, такое бывает. И ребенок, он понимает, что нужно что-то делать для того, чтобы сохранить вот эту постоянную привязанность. То есть такой ребенок понимает, для него ключевое — это постоянство. То есть, что объект моей любви, объект, от которого я психологически и физически завишу, может исчезнуть. И само название «тревожный тип привязанности» говорит о том, что в нем много тревоги и контроля. И этот партнер, вырастая, как правило, будет стараться много что сделать навстречу вам. Он действительно может быть такой активный, позитивный, он может много отдавать в отношения. Но это все с целью удержать партнера, с целью контролировать его, с целью, чтобы партнер никуда не уходил. Как правило, эти партнеры очень ревнивы. Как правило, эти партнеры очень переживают, если человек не позвонил или что-то не сделал. Они часто обижаются, потому что они нередко такую жертвенную позицию выбирают. То есть я много вкладываю в отношения, а ты это не ценишь, а ты так много не вкладываешь. Значит, ты меня не любишь. У человека повышается тревога, он начинает скандалить, ругаться и гневаться. Это все следствие его повышенной тревоги, что объект привязанности куда-то исчезнет. Ну и четвертый тип привязанности, который встречается достаточно редко, к сожалению, в нашей жизни. Это надежный тип привязанности. Тогда, когда родители были принимающими, любящими, они давали возможность проявляться ребенку в пространстве. И ребенок выучивает, что быть не идеальным, быть несовершенным – это нормально. То есть продемонстрировать какую-то свою уязвимость – это нормально. Меня никто при этом не ранит. И такая близость, такая привязанность для ребенка, она надежная, она безопасная, она стабильная. И он может спокойно развиваться в такой привязанности. Вырастая, такие люди, они, как правило, могут хорошо давать свою любовь, давать свои эмоции, при этом говорить спокойно о своих потребностях, о том, что они хотят, чего не хотят. Они не боятся быть странными, уязвимыми в отношениях, потому что у них нет вот этого травматичного опыта, боли, который есть у детей и взрослых предыдущих типов привязанности. И с таким человеком, конечно, максимально комфортно. Для чего вам эта информация? Во-первых, еще раз повторю, чтобы вы могли лучше понять себя и своего партнера, вы можете пройти тест по ссылке под этим видео и понять, какой тип привязанности у вас доминирующий. Но если вам интересно, я бы мог снять отдельное видео, вы можете написать об этом в комментарии, где я бы подробнее рассказал о том, как разные типы привязанности из этих четырех сочетаются друг с другом. И на что стоит обратить внимание, если у вас партнер того или иного типа привязанности. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было бы вам это интересно или нет. Ну а пока вы можете лучше понять себя, лучше проанализировать свое детство и то, как вы обычно вступаете в отношения, потому что многие мои клиенты говорят, ну почему у меня уже третий брак или там четвертый, пятый партнер, а все повторяется одно и то же. Как раз дело в том, что мы нередко неосознанно выбираем себе партнера, который достаточно сильно похож по своим проявлениям на общую такую, скажем, родительскую фигуру. Это не обязательно мама и папа и только, это может быть и бабушка, это может быть и старший брат, которые относились к нам вот так вот, может быть, холодно, отвергающие. И для того, чтобы проработать свою детскую травму, мы идем неосознанно в эти отношения, потому что те люди, которые дают нам спокойно любовь, принятие, признание, они редко становятся скучными и неинтересными. Но получается, что мы таким образом выбираем наименее подходящих для проработки нашей психологической травмы людей. И это, на мой взгляд, одна из основных причин, почему люди расстаются, почему так часто браки становятся такими, где люди страдают в них. И понимание того, что у меня такой тип привязанности, у моего супруга или супруги другой тип привязанности, а значит, у нас есть вот такие потребности. Да, у, допустим, первого типа привязанности, избегающего, отвергающего типа, ему очень важно, он очень ценит одиночество, ему очень важно быть в своем таком мирке. При этом тревожный тип привязанности будет воспринимать это как отвержение, как холод, как нелюбовь. И, конечно же, на почве этого будет очень много конфликтов. Вот понимание своего типа привязанности, оно уже, как минимум, даст понимание, почему мне так важно что-то или почему ему или ей важно другое. Поэтому, если вы хотите разобраться более детально в этих типах, напишите в комментариях, я сниму дополнительное видео. Ну, а если вы бы хотели конкретно проработать какую-то ситуацию в своей паре, вы можете обратиться ко мне за консультацией, потому что семейные пары я тоже консультирую. Надеюсь, вам эта информация была полезна и интересна, и до встречи в следующих видео.